Всем привет! Это гид по каталогу Faberlic номер 6 и будет он работать с 8 по 28 апреля. И каталог уже такой предваряющий лето, в нем уже есть летняя продукция. Мы это видим сразу на обложке. Ну и начиная с первого разворота нам представлен обновленный дизайн. Я не знаю по составу, но это линейка лета. Только теперь здесь написано лето and plage. Ну если по-английски читать, то вообще, наверное, это должно читаться пляжи. Я так думаю, лето и пляж. Солнцезащитная серия на первой странице представлена защитными кремами для лица. Здесь 15, SPF 15, SPF 30 и SPF 50. И каждая упаковка по 50 мл. Цены 299, 249, 349. В общем, цены разные. Чем больше SPF, тем выше цена. На 50 рублей, по-моему, да? Да. Так, дальше. Кстати, да, вот эту линейку обновляли, когда, наверное, это было осенью. Мне приходило сообщение от Faberlic с просьбой выбрать дизайн. Там было несколько вариантов и упаковок, и дизайна упаковок, цветового решения, ну и рисунков. Я, кстати, этот дизайн не выбирала. Он мне не понравился, но, видимо, большинство все-таки его выбрали. Ну и на самом деле, ну, смотрится просто ярко и... и ярко. Дальше, что у нас на следующей странице? Крем SPF детский, опять же, 30 почему-то не сделали, 50. Хотя для детей, особенно для маленьких, все покупают SPF 50. И я бы тоже купила SPF 50. И в нашей линейке лета SPF 50 есть только для лица. И именно его я покупала для ребенка. Ну, неважно лицо или плечи, да, я использовала именно SPF 50 для ребенка, вот этот крем для лица. И считаю, что все-таки летние, ой, все-таки для детей SPF должен быть 50. Ну и 30 тоже, потому что мы в первые дни очень сильно защищаемся, а потом все равно кожа немножко солнце принимает, и можно SPF уже снизить. И 30-ка тоже нужна. Ну, вот я обхожусь линейкой для лица, для этих целей. И, кстати, вот SPF 30 в предыдущем варианте у моего сына давал аллергию на плечах, а взрослые средства не давали. Аллергия – это очень индивидуальная реакция, и поэтому здесь на кого-то равняться не стоит. И мой опыт – это мой опыт, ваш опыт может быть совершенно другим. Вот, ну, я просто говорю, что вот у меня вот такой вот получился момент, да, сейчас просто обязательно бы сказали, ну, детская линейка, она же немножко другая по составу, там. Не знаю, вот у меня, вот у меня так получилось, что для взрослых подошло, для детей – нет. И SPF 30 здесь, кстати, 100 мл. Мне кажется, раньше был большой флакон, там, или 150, или 200, а здесь всего лишь 100 мл за 349 рублей. Ну, и также здесь молочко защитное с SPF 30 во флаконе с спреем. Дальше SPF 15 защитный спрей, и для бронзового загара масло. Это все у нас по 200 мл. Ну, и на следующем развороте мы уже видим купальники. Это у нас из предыдущей коллекции, из прошлогодней. Они на распродаже, но это мы посмотрим дальше. А здесь молочко для тела тоже в спрее SPF 30. Так, да, SPF 30 и молочко... Подождите, что тут? Тут опять что-то напутали. Молочко для тела после загара, и у него тоже, что ли, SPF 30? Это очень интересно. После загара и SPF 30. И гель после загара, охлаждающий салоя, 100 мл всего лишь. То есть, будьте готовы, что вам придет маленький флакончик. И распродажа с очень хорошими ценами на линейку Лето, которая у нас была предыдущие, по-моему, 2 года. И здесь распродаются концентрат пищевой с 60% скидкой. Сейчас про него вам расскажу. Спрей защитный для волос. И бальзам. Бальзам, кстати, тает. Если вы его возьмете на пляж, он у вас растает, и вы не сможете им пользоваться. Я уже это проходила. Он просто размягчается до состояния размягченного сливочного масла. И если пользоваться им на губах, то вы просто его сломаете, он у вас растечется. И я не знаю, зачем такой мягкий бальзам делать для использования его летом. И предполагается, что на пляже, раз у него еще SPF 30. Ну, а насчет концентрата пищевого. Этот концентрат у нас предназначен для того, чтобы улучшить загар, чтобы он лег ровнее. И подготовку к загару нужно начинать за 4 недели до отпуска. И что вы думаете? Буквально на днях я получаю сообщение ВКонтакте от моей подписчицы, которая так же, как я, страдает пигментацией. Она полетела в Таиланд, и там жарко, там солнце. И пишет мне оттуда, Марина, я за 2 недели до вылета начала принимать этот концентрат. У меня тоже пигментация. Ну, это она мне пишет. И что вы думаете? Я загораю, пигментации нет. Загар ложится ровно, пигментации нет. Я и встречу вопрос. Интересно, да? Вроде это средство должно помогать вырабатывать хорошую, красивую, ровную пигментацию. А получается, что на лице ничего нет. Она говорит, да, я очень удивилась этому, потому что всегда страдаю тоже от того, что на лице появляются пятна, когда выходишь на солнце, а здесь они не появляются. Девочки, ну меня это, конечно, очень сильно подкупило. Тем более, когда это ты читаешь в личной какой-то переписке, когда человек делится с тобой личным опытом и не пытается тебе ничего продать. Это всегда подкупает. И, конечно же, я решила купить себе пару баночек. 60 дрожжей в каждой. Нужно принимать по 2 дрожжей, запивая водой. То есть, это, получается, суточная доза 2 дрожжей. За 30 дней как раз это 60 дрожжей нужно. Я куплю, наверное, пару банок. Не знаю, для чего, но может быть одной, конечно, ограничусь. 15,628 вот у него артикул. Вот так это выглядит. Будем пробовать. Дальше. Следующий разворот. Смотрите, предыдущие коллекции купальников на распродажу выходят. И обратите внимание, не все размеры есть. Посмотрите, есть ли ваши. Если есть, конечно же, бегом заказывайте, потому что эти купальники стоили, ну, точно в комплекте на тысячу, наверное, дороже, чем сейчас они нам предлагаются. Планирую ли я что-то купить? Я, честно говоря, не знаю. Я все еще думаю, купить ли мне вот эти вот пляжные платья. Хочу купить вот это светлое леопардовое. Оно, конечно, длинное, но посмотрим. И вот это вот, наверное, может быть какое-то выберу. Я пока еще не решила. Я просто отметила для вас. Да, кстати, линейка Берри, 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 у меня сейчас на губах это помада. Я просто открыла случайно. Здесь у меня нет закладки. Я случайно пролистила, вспомнила, что я в начале видео вам не подсказала, что у меня на губах. У меня на губах помада 40600 Малина. Вот из такого флакона. Она очень-очень красиво легла. Это такой холодный оттенок. Он немножко иначе смотрится. Вот он в серединке в каталоге. И мне, конечно, надо было то, что в каталоге сейчас немножко поярче. И я вот еще обратила внимание, что после того, как я сняла термопленку, термоупаковку с этой помады, там был такой язычок, ярлычок. Кто смотрел распаковку моего заказа, можете, может вы помните, да, там на отдельном листочке был приклеен артикул. Сейчас здесь ни одного опознавательного знака нет, какая-то помада. И если меня кто-то спросит, когда я выну из сумочки вот этот стик, спросит, Марин, что у тебя за помада, я скажу, это Фаберлик? Какая? Такая, вот такая. То есть почему-то даже бумажечку вот сюда не наклеили, какой-то номерок. Это минус, то есть ты даже не можешь своему клиенту показать конкретную помаду, чтобы он визуально хотя бы запомнил цифры этого номера помады. Да, все верно сказала. Так, дальше страница 47. И здесь у нас представлена линейка Марии Вэй. Хочу обратить ваше внимание на пудру. Это моя любимая пудра. Я в последнее время пользуюсь только ей. И по бонусам не очень выгодно, но заказала 3 штуки этой пудры. Впрок она не имеет особо срока годности, ничего ей не будет, жиров не содержит никаких, поэтому будет храниться, я буду ей с удовольствием пользоваться. Ну и, конечно же, рекомендую эту пудру вам. Она в одном оттенке. Спонжем, который прилагается к ней, наносится более темным оттенком. Если вы сильно светлокожая, вам слишком будет темно. Ну, возможно, на лето будет хорошо. Здесь уже нужно ориентироваться самой. Ну, а если наносить кистью, то можно нанести очень тонко полупрозрачный. И вот этой пудры заявлен эффект скрытия поры, если у вас расширенные поры. Меня это тоже подкупило, и я повелась на эту фразу. Девчонки, действительно, мне кажется, это работает. Я просто довольна тем, как я после этой пудры выгляжу. Страница 53 и для любителей аромата Рената. Посмотрите, какая цена на первый аромат, на классический, будем так его называть. 999 рублей. Еще и кэшбэк. Если, кстати, у вас еще не оформлен вход на сайт Фаберлик, если вы еще не покупаете самостоятельно, возможно, это будет для вас приятным бонусом. Зарегистрироваться. Ссылку я на регистрацию прилагаю под своим видео. Это для того, чтобы попасть ко мне в команду. Что вам будет? За покупку на 2000 вернется 1000 рублей. Сразу же оплатится 1000 из вашего заказа. Тут же оплатится компания Фаберлик за заказ от 2000 рублей. Ну, а если вы на 2500 наберете, то в следующем заказе вам еще как бонусом пойдет стиральный порошок. Один из четырех вариантов всего лишь за 1 рубль. Ну, и кэшбэк с первого заказа, если это будет 2000 рублей, 15% от этой суммы, начислиться вам на оплату следующего заказа. Это будет, ну, от 300 рублей, будем так говорить. Если 2500, то 15% уже от этой суммы. Ну, и так далее. Так работает кэшбэк. Дальше. Страница 79. Я не знаю аромат линейки конкретно вот этой вот крузер, но я увидела, что здесь новинки. Парфюмированный дезодорант спрей. Парфюмированный гель для душа. То есть к аромату у нас добавились еще сопутствующие товары. И дезодорант плюс гель для душа сразу идут по акции за 219 рублей. Далее. Это просто какой-то супер подарок. 89 страница. И маски из Beauty Lab и патчи в том числе идут по желтому ценнику. Это значит, что нужно покупать четное количество этих товаров. Вот их здесь 3, которые участвуют в акции. И обратите внимание, 99 у нас всегда стоили патчи, 149 всегда стоили маски. А сейчас, ну, просто какая-то дармовая цена. На целых 30 рублей разница на маски, 20 рублей разница на патчах. Я, конечно же, сделаю запас из всех масок. Когда у нас такие огромные скидки, нужно держать ухо востро. Это касается тех, кто не любит покупать на грани истечения срока годности. Когда такие огромные скидки, у нас бывает, что приходят товары, у которых срок годности остается, наверное, месяца 4. Потому что за 3 месяца вообще должны изымать со складов и выставлять на распродажу по срокам годности. Здесь, скорее всего, будет 4-5 месяцев. Надо быть к этому готовыми. Но когда ты платишь дешевле, будь к этому готов. Понятно, что компания должна об этом предупреждать. Но, кстати, когда я покупала крем-платину для шейдекольтес всего лишь за 300 рублей. Он у нас был в каком-то из каталогов буквально недавно. Я его покупала в последний день работы каталога. И мне пришел, допустим, это был январь. Наверное, это был январь. А мне пришел производство октябрь, понимаете? То есть, это вот прям наисвежайший крем. Хотя 299 рублей и кому-то приходили, ну, прям вот реально там за 4 месяца. Те же самые кремы для шеи и декольте. Поэтому нужно быть просто к этому готовыми. Если не хотите покупать с такими сроками лучше, не рискуйте. Если вы к этому готовы, тогда берите. Либо дождитесь конца каталога и попробуйте заказать и в конце каталога. Тогда, возможно, вам придет свежая по этой акции. Но, когда была в предыдущий раз акция с этими масками, я очень хорошо помню, 125 рублей была на них заявлена цена. Мне не досталось никаких. То есть, они были разобраны, вот, наверное, в 2 часа ночи, когда начался каталог, или там в 12 ночи, у всех разные часовые пояса. У нас по московское время это 2 часа по челябинскому времени. И, наверное, в этот момент их разобрали все, и в течение каталога их больше не было вообще. Поэтому я, конечно же, куплю. Мне без разницы, какой у них срок годности, я все равно их использую. Страница 101. И давно уже я не видела в каталоге серию Гардерика именно в тубах. Для тех, кто не знает разницу, в банках, в круглых кремы идут для сухой и очень сухой кожи. А в тубах крем Гардерика идет для нормальной и комбинированной кожи. Кремы разные по консистенции. И те, у кого нормальная и жирная кожа, сразу отличают на своей коже, что действительно разница есть. Кстати, пробники у нас были тоже для нормальной комбинированной кожи. Для сухой, очень сухой пробников, насколько я знаю, не было. Страница 105. Я здесь просто поставила стикер, отметочку, для того, чтобы вам показать, что сейчас идет каталог номер 4. Он будет у нас до 7 апреля работать. И вот этот крем всего лишь 109 рублей. Вот обратите внимание, здесь уже на 20 рублей дороже. И опять же нас просят купить чего-то 2, потому что желтый ценник и нужно четное количество. Следующий стикер у меня стоит на странице 111. Программа ABC Peeling. Она уже сейчас не актуальна. Сейчас уже ей пользоваться опасно для тех, кто склонен к пигментации. И тех, кто не склонен, но может ее получить из-за того, что кислоты у нас делают уязвимой кожей для солнечных лучей. И SPF, который содержится в шаге С, всего лишь 8. Его однозначно недостаточно для того, чтобы после этой программы выходить на солнце. Но купить ее в запас, это нам кажется, что с сентября октябрь далеко. На самом деле лето почему-то пролетает быстрее остальных сезонов. И вот он октябрь, вот надо уже использовать кислоты. А там начинаются полные цены на все эти товары. И редко, когда начинается это с акции. Страница 114. Rolling Gel. Обращаю ваше внимание. И заклеила стикером всего лишь 199 рублей. Давно его не было в каталоге. Сейчас он продается за 299 рублей. И я сама не очень любила им пользоваться. А здесь купила и с удовольствием пользуюсь. Не знаю почему, что поменялось у меня или что поменялось в Rolling Gel. Не знаю. Но раньше не пользовалась. Сейчас пользуюсь с удовольствием. Рекомендую. У меня подруга начала им пользоваться. И у нее весь отдел. Просто купила этот Rolling Gel. Чистят ей локти. В общем все, что можно, где можно, куда можно забраться. Уже все почистили. Вот это кстати, когда в отделе что-то кому-то нравится. Это очень быстро распространяется. У нас в офисе это просто супер как работает. Мы все время что-то вместе покупаем. Мы сейчас вместе стройнеем. Я кстати хочу в Instagram запустить такую штуку. Может быть. Я тоже мне нужно скинуть всего лишь килограммчик. Я тут поднаелась булочками. Вот. И немножко стал выпирать живот. Меня это опять начало раздражать. И держу себя в руках. И я не знаю, запускать или нет. В Instagram, в Stories. Что я ем. Что я ем утром. Буду выкладывать реальные порции. Без каких-либо прикрас. И ну вот один момент. Да. Вот про прикрас. Да. Если ты работаешь и ешь очень быстро. Тем более в офисе. То там не получится очень красиво разложить на тарелке. Это будет именно так. Как оно в жизни и есть. Может быть не очень эстетично. Но зато вот как есть. Не знаю. Нужно это делать? Не нужно. Я пока думаю. Как это делать? Интересно ли вам это будет? В общем. В комментариях напишите. Дальше. Страница 117. И здесь я обращаю ваше внимание на очищающую пудру. Всего лишь 199 рублей. Скидка 60%. Тоже заставляет задуматься. Будет ли там нормальный срок годности. Но не забываем, что это пудра. Это все-таки сухой продукт. В нем нет жиров. Они не могут прогоркнуть. Ничего там особо не приключится. Тем более, что это составляющие все равно мыльные. И что еще хотела сказать? И размер. Про размер хотела сказать. Это вот такой маленький флакончик. Давайте я вам принесу. Не всегда понятно, да? Как это выглядит в каталоге. Вот показываю. Это совершенно небольшой флакончик. Но и использовать его нужно 1-2 раза в неделю. То есть это не ежедневное очищение. Это именно очищающая пудра для чувствительной кожи. Здесь 10 граммов. И выглядит она вот так, как солонка-перечница. Желтоватая такая пудра. Я делаю буквально несколько встряхиваний. И это вот такой вот желтенький порошочек. Который при попадании, при контакте с водой, он начинает мылиться, пениться и очищает лицо. Я очень давно ее купила. Она у меня стоит. Я не пользовалась. Я забыла про нее. У меня же очень много всего. И что-то всегда забывается. Но тут достала. Она у меня стоит. Я один раз в неделю точно умываюсь этой пудрой. Я не скажу, что у меня лицо до скрипа очищается. Но, наверное, тем, у кого очень чувствительная кожа и не нужно этого скрипа, нужно, наоборот, вот эта деликатность, которая в этой пудре присутствует. И, по-моему, она у нас всегда продавалась за 349 рублей, а здесь 199. Я могу ее рекомендовать. Она очень даже неплохая. Скорее всего, я куплю себе в запас для того, чтобы умывалась еще и дочь. Я, кстати, еще не объясняла, что это такое. Я думаю, что она присоединится ко мне. Дальше. В серии Эксперт Фарма домашняя аптечка, желтые ценники. То есть, опять же, да, нужно покупать четное количество. Я отметила для себя сос-крем для активных людей. Иногда у меня дочь идет с тренировки, говорит, что у меня какая-то мышца забита. И я ей говорю, доставай этот крем и помассируй. Вот так мы и используем. И мне кажется, это работает, потому что, если бы не работала, она бы мне сказала, мама, это не работает, больше не предлагает. Так что возьму в запас, пускай будет. Следующая у нас новинка. Это страница 130. И эта новинка у нас называется мочалка из бамбука. Она на палочке. Размер 47, 10 на 50. Опять же, какой 47? Наверное, это вот этот размер габаритный. Да, 47, 10 и 5 сантиметров. А где 5? Наверное, 10 вот здесь, опять вот тут. 10 и 5. Небольшая такая вот эта вот мочалочка. Материал 33 бамбук, 15 лен, 24 хлопок, 28 полиэстер и пластик. Ручка выглядит как деревянная. Видимо, она пластиковая. Ну, это вот просто анонс новинки. Покупать я не буду. Дальше новинка. Страница 149. Зубная паста из серии Expert Pharma. И она называется Total Repair. Это у нас зубная профилактическая паста для восстановления и укрепления эмали. Заполняет микроскопические трещинки на эмали, реминерализует и укрепляет ее. Делает зубы более прочными. В общем, 70% респондентов отметили восстановление эмали всего лишь за 10 дней. Очень интересно, как это происходит. Надо, не знаю, надо нет попробовать, потому что я пасты Faberlic в принципе не люблю. Но, может быть, попробую. Вот прям посмотрю, восстановится ли у меня эмаль. Вообще, восстанавливают эмаль с помощью пломбировочных материалов. А здесь, может быть, какие-то невидимые микротрещинки, что-то там и зацементируются. Но на чем держаться-то будет? Вот это вопрос. Следующая страница 152. И опять же, я эти пасты не люблю, потому что они в середине дня дают у меня эффект уже такого налета на зубах. Но 59 рублей, кто-то ведь их любит. У кого-то такого эффекта нет. Поэтому обращаю ваше внимание. Следующая страница 173. И в детской линейке у нас появляются часы. Часы для девчонок, часы для мальчишек. Мой увидел, глаза загорелись, сказал, мама, мне надо. Ну, надо, что, будет дальше. Страница 189. Здесь у меня очень противоречивые эмоции. Новинки в линейке дом Фаберлик. И здесь у нас креманки стеклянные, бокалы стеклянные и стаканы стеклянные. Честно, у меня вот это вот вызывает какие-то не очень хорошие ассоциации с советскими временами, с какими-то столовскими стаканами. Хотя эти, конечно, ну, как-то более, что ли, затейливо выполнены. Но вообще, вот вообще я это точно не куплю. Это не мой вкус, это не мой стиль. Для меня это выглядит, ну, очень непрезентабельно. Я бы гостям это точно не поставила, но себе тоже. Дальше, страница 194. И, обращаю ваше внимание, желтые ценники на полотенце. Я впервые такое вижу, чтобы у нас какой-то вот этот стиль продавался со скидкой. Полотенце большое на 100 рублей дешевле, на 50 рублей среднее и на 30 рублей маленькие полотенчики. Дальше, ну, тут тоже новинками представлены наборы для ванной комнаты. Для меня они из серии тех же стаканчиков. Я, может быть, конечно, не в тренде, и сейчас это модно, но я человек, который еще при Советском Союзе родился и жил какое-то время, насмотрелась вот этого вот досюда. И мне хочется чего-то эстетичного, красивого, а не возвращения вот в те времена. Я прям не хочу, не хочу это видеть, поэтому точно это тоже не куплю. Дальше, страница 202. И здесь салфетки по 99 рублей. Универсальные тоже давно уже не были по этой цене. Конечно же, я их отметила, поставила галочку и буду покупать. Дальше новинка меня, ну, просто умилила. 213-я страница. Защитные чехлы сапожки на обувь. Девчонки, предложите варианты, куда в этом можно пойти. Мне просто очень интересно. Я пытаюсь понять, куда бы я в этом вышла и куда бы я это делала, когда бы заходила. Например, бывает такая ситуация, ты выходишь, тебе нужно в чистой обуви куда-то доехать, а ты без машины. Вот вы без машины надели дома сверху вот эти чехольчики на обувь, доехали, ну, куда там, на работу, например, да, А дальше что? А дальше как вторую, как сменку в пакет и пошла, да, а потом так же поехала домой. Ну, я пока не представляю, как это можно носить. Чехлы надеваются очень просто, полностью защищая вашу обувь и низ брюченок дождя и летящий грязи. Материал ПВХ. Наверное, это будет востребовано, наверное, это купят, но как это носить, я пока не придумала для себя. Дальше страница 214. Посмотрите, распродажа, распродажа комплектов, одежды. Следующая страница здесь нижнее белье. Дальше распродажа прекращается и мы переходим на страницу колготок. 220 и здесь супер цены написаны на колготки. Какие это колготки, как их распознать, я, честно говоря, по артикулам не очень ориентируюсь. Из какой линейки, мне кажется, что это еще те в красной упаковке, потому что с Т221, 222 и 20 Ден кофейный, синий, может быть. Ну, не знаю, девочки, надо, конечно, смотреть. Но вообще наши колготки можно, мне кажется, брать любые и не прогадаешь, все равно они будут хорошими. Дальше страница 241, опять новинки. Были ли эти новинки в каталоге номер 5? Я не знаю, я не слежу за обувью, но мне идут вот такие кеды. У меня девочка знакомая заказала такие, я ей добавляла в заказ и подумала, почему я себе такие не куплю, надо взять. И взяла, придут, будем рассматривать, мерить. Страница 242, опять распродажа, спортивная одежда. И на следующей страничке тоже, смотрите, размеры не все. И опять же караульте, если вам что-то обязательно нужно, караульте. Дальше новинки водолазки с очень-очень коротким рукавом. Цветные их, несколько вариантов, несколько цветов, 699 рублей цена. Ну и размерная сетка представлена. В общем, я себе тоже брать не буду. Я не знаю, куда носить закрытое горло и вот такой вот короткий рукав. Но если только под жакет, хотя наши водолазки с длинным рукавом прекрасно заходят в рукав жакета. Из-за того, что они очень тонкие и очень плотно сидят на руке. Страница 278. И любой оттенок блеска для губ всего лишь 109 рублей. Обычная цена 159, 40 рублей скидка. Очень даже хорошая. Я с удовольствием пользуюсь нижним. Это просто прозрачный блеск. Он такой немножко похож на вазелинчик. Никакого зеркального эффекта у него нет. И вот такого даже тоже. Но красиво поблескивают губы. Мне очень нравится. И он у меня, кстати, не очень быстро заканчивается. Мне это тоже нравится. Последняя страница 281, что я вам покажу, это тушь Push Up 169 рублей. Это, конечно же, моя любимица, которую я постоянно покупаю. И иногда даже не успеваю воспользоваться, как у меня ее разбирают, разбирают. Всегда спрашивают, ну, Рина, у тебя нет такой туши? Да, конечно, у меня есть. И вот для таких случаев я пару штук, наверное, возьму, пусть лежит. Ну, и дальше уж пролистаю. Еще у меня видео... Телефон еще позволяет мне пару минут для вас записать. Стали у нас в конце каталога на распродаже какие-то товары выставлять. Не всегда это там какие-то супер цены. Ну, вот линейки парфюмированных гелей для душа, дезодорантов. Кстати, скажите, как пользуетесь дезодорантами, не антиперспирантами? Написано, отличное настроение обеспечено. Я вот не могу, например, пользоваться. Я, как только у меня намокнет подмышка, все, это никакого отличного настроения у меня не будет. Я знаю, что, ну, это просто дезодоранты обычные, это просто перебиватели запаха пота. Все, они больше никак не работают. Я не знаю, вот сейчас кто-то пользуется ими? Ну, наверное, пользуетесь, да, потому что антиперспиранты у многих есть такая в голове идея, что они забивают что-то там подмышками, воспаление из этого, пот не выходит, а так нельзя. Ну, у меня поэтому, опять же, по этому вопросу своя теория. Пот подмышками не выйдет, выйдет в другом месте. У нас все тело состоит из кожи и потовые железы, ну, практически везде. И вот я пользуюсь, я думаю, что пока гром не грянет, я буду пользоваться. Ну, и еще раз обращу ваше внимание, последняя страничка для новичков. Заказ на 2000 рублей, половину ровно вам оплатит Фаберлик, там будет доставочка добавлена. Ну, а если еще на 500 рублей добавить и 2500, то еще в следующем заказе по седьмому уже получается каталогу у вас будет возможность взять порошок всего лишь за 1 рубль полноценный, 800 граммов, как он идет в каталоге. Ну, а для вас ссылка под этим видео, для того, чтобы зарегистрироваться ко мне в команду, я осуществляю просто полную всевозможную помощь и в подборе товара, и в оформлении заказа. В общем, девчонки, регистрируйтесь смело, ну, а дальше задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. На этом все, большое спасибо за просмотр, с вами была Марина Соловьева, увидимся в следующих видео, пока!